Мы мужчины, мы женщины, мы все, что находится между ними. Мы все, что существует на свете. Это просто повод обратить на себя внимание. И природа транспортного средства фокусирует это внимание. Я мужчина, я женщина. Я черный, я белый. Вот почему расизм такой безумный. Это безумие. Мой скафандр другого цвета, чем твой. Ну и что с того? И эти культуры по-своему являются программным обеспечением, их опыт является частью общего опыта. И именно это лежит в основе программного обеспечения. Программное обеспечение должно взаимодействовать с большей осведомленностью. В подавляющем большинстве случаев оно было отключено из-за этого. Я загипнотизирован. Все это время. Посмотри на все средства гипнотизации нашей реальности. И если ты загипнотизируешь свою реальность, твоя система расшифровки превратится в самоисполняющееся пророчество. Контролируя восприятие, ты тем самым контролируешь реальность. Контролируя восприятие, контролируя веру. Им все равно, во что ты веришь, лишь бы ты верил в это искренне. Потому что эта горячность, эта сосредоточенность будут расшифровывать реальность очень ограниченным образом, из-за твоей веры. Несчастные случаи случаются. Так все говорят. Но в квантовой вселенной нет такого понятия, как несчастные случаи, только возможности и вероятностные проявления, которые складываются в результате восприятия. Таким образом, у нас есть бесконечные возможности. Так же, как у нас есть бесконечные возможности в интернете. Я захожу на этот сайт или на тот веб-сайт. Возможности безграничны, но восприятие притягивает определенные возможности, которые связаны с восприятием. Вот почему программирование восприятия является самой основой управления человеческим опытом. Мы видим вещи не такими, какие они есть, а такими, какие мы есть. Именно так. И дело в том, что нужно запрограммировать их такими, какие они есть, и мы их получим. Так вот, в этом крошечном диапазоне манипулируемых частот, нет даже частоты свободного мышления. Мы решаем, кто мы такие и кто ты такой. Кем мы собираемся стать, к чему мы будем стремиться. Что есть, а чего нет. А что такое пробуждение? Пробуждение? Пробуждение это пробуждение от этого. От слова персона, которое в переводе с латыни происходит от слова, означающего маску актера. Вот что такое персона, маска актера. Это фасад, который дает нам ощущение ложной самоидентификации. Так вот, эти люди нормальные люди. А потом вы отменяете программу, и мы называем это пробуждением. Все, что вы делаете, это отключаете свое чувство реальности и себя от программы, и смотрите на то, что находится за ее пределами. Вы когда-нибудь пробовали поговорить с кем-то, у кого система убеждений жесткая и не поддается изменению? Вы тратите впустую чертово время. Когда вы находитесь в таком состоянии, вы словно в лабиринте, но вы не знаете, что находитесь в лабиринте. Вы думаете, что это свободная жизнь и свободное передвижение, но на самом деле вы в лабиринте, и вас ведут по лабиринту. А потом кто-то забирается на вершину лабиринта, смотрит вниз и говорит, это долбанный лабиринт. Он никуда не ведет. Ты сошел с ума. Это отличная линия. Те, кто танцевал, считали тех, кто не мог слышать музыку, совершенно безумными. А те, кто не мог слышать музыку, потому что они находятся в этих пузырях и не позволяют музыке проникать в них знанием с более высоких уровней осознания. И поэтому они не могут ее слышать. У нас есть система, которая заставляет людей смотреть на мир именно так. А какие у тебя шансы увидеть то, что есть, когда ты смотришь на мир таким образом? Сосредоточься на одной крошечной области частот, и все это ты, это все мы, незадействованные из-за сосредоточенности. Спасибо тебе. Глаза бесполезны, когда разум слеп. Почему? Потому что разум посредством своего восприятия диктует реальность. Мы все едины. Именно этого они от нас и не хотят. Кто мы такие? Мы это все, что есть, было и когда-либо может быть. Когда люди слышат это, они спрашивают, как это возможно. Я объясню это в второй главе. Но однажды у меня был опыт, который перенес меня на другие уровни реальности. И я увидел это место, точку притяжения, которая была темной, но яркой. Это очень трудно описать. В ней не было ни звука, ни движения, но она знала все. Это было все, что есть, было и когда-либо может быть в этой неподвижности и безмолвии. И я прочитал эту книгу примерно год назад, и я прочитал то, что он сказал, и подумал, ого, вот и все, я был там дорогой. Ибн Александер, нейробиолог, у которого был огромный опыт, близкий к смерти. До того, как он пережил околосмертный опыт, в Америке, по сути, это была догма Докинза. Это абсолютно та же система верований. Затем у него был огромный околосмертный опыт, и, конечно, все изменилось. И одной из вещей, которые, по его словам, он испытал, была сердцевина, или то, что он называл ослепительной тьмой. Это именно то, что я испытал много лет назад. Ослепительная тьма, из которой исходила чистейшая любовь, и где все было известно. Да, это то место, где все известно, и все происходит из того, что мы называем мирами, формами и опытом. Это все, что есть и что когда-либо может быть. Это невозможно. Ты не можешь быть всем, что есть и чем когда-либо может быть. Да, ты можешь, потому что это все возможности, которые только и ждут, чтобы проявиться. И в любой возможности есть все возможности, все, что есть, было и когда-либо может быть. Весь этот потенциал только и ждет, чтобы проявиться. Он есть везде и нигде. Он не может быть везде и нигде. Используя все возможности, ты должен уметь быть везде и нигде. Одновременно и всем, и ничем. Ты не можешь быть одновременно всем и ничем. Ты должен быть в пределах всех возможностей. И тогда мы получим ничто. Люди настолько захвачены пятью чувствами, что верят, что если вы не можете этого увидеть, потрогать, услышать и попробовать на вкус, то этого не может существовать. Если нет движения, то оно не может существовать, когда это всего лишь одна или две возможности, исключенные из всех возможных. Все возможности это неподвижность, и это тишина. Вот почему ты можешь читать все книги, которые тебе нравятся, и делать со своим голосом все, что захочешь. Но ты входишь в состояние медитативной тишины и получаешь вдохновение, которое никоим образом не получишь от слов, потому что ты входишь в это состояние все, что есть. А это Никола Тесла, известный ученый, да, в строгом смысле этого слова, но далеко за его пределами. Потому что он я осознавал то, что находится за пределами так называемого физического мира. Мой мозг всего лишь приемник. Во Вселенной есть ядро, из которого мы черпаем знания, силу и вдохновение. Я не проник в тайны этого ядра, но я знаю, что оно существует. Он говорит о том же самом. Так что, исходя из всего возможного, эти миры создаются мыслью, воображением, и все они являются иллюзиями с точки зрения физической реальности. Так что же ты подразумеваешь под тем, что мир не является твердым? Он, черт возьми, действительно выглядит твердым, и мы воспринимаем его как твердый. Но, во-первых, этого не может быть, потому что нам говорят, что эта реальность состоит из атомов. Атомы не обладают прочностью. И поэтому они не могут создать физический твердый мир. И, как кто-то сказал, если взять ядро атома, то оно находится в соотношении с размером атома, примерно с 10-центовую монету. Все остальное – пустое пространство. И если ты заглянешь в это достаточно глубоко, то обнаружишь, что и это тоже пустое пространство. Как это может сделать мир прочным? То, что мы называем атомами и все остальные вещи, о которых говорят в науке, это система декодирования. Когда вы вводите информацию в виде сигнала в компьютер, и компьютер ее декодирует. Есть определенные этапы этого декодирования, прежде чем она станет отображаться на экране в этом мире. Наука настолько сосредоточена на веточках и не видит леса, что рассматривает каждую веточку отдельно и не осознает, что это часть единой системы расшифровки. Таким образом мы расшифровываем сигнал с помощью цифровых технологий. Через минуту я перейду к цифровым технологиям, а затем перейду к голографическому, иллюзорному физическому изображению. Все эти различные уровни, молекулярные, атомарные и голографические, как они есть, являются различными способами расшифровки этого мира. Мир — это голограмма. Все, что мы видим, это форма. Это голограмма. Даже об этом нужно знать гораздо больше, но давай пока оставим это на прежнем уровне. А голограммы — это что-то вроде тех, что вы покупаете в магазинах, и вот что они делают. К ним прикладывают лазер, и часть лазера срабатывает. Это фотоотпечаток. Другая часть лазера — вейформ, вейформ фотографирует объект, а затем воздействует на ту часть лазера, которая попала прямо на пленку. И это столкновение создает так называемую интерференционную картину. А что такое интерференционная картина в голограмме? Это информация о форме волны. Выглядит как отпечаток пальца. Я тоже не думаю, что это случайность. И потом, что же это такое? Это просто сигнал. Но потом ты направляешь на него луч лазера, и происходят удивительные вещи. И то, на что ты смотришь, по сути работает по тому же принципу, что и при падении двух камней в пруд, когда они вызывают волновую реакцию. И когда эти волны сталкиваются, то, на что ты смотришь, это изображение формы волны, отражающей, куда упали камни, как быстро они упали, насколько тяжелыми они были. Это информационное поле, если ты знаешь, как его читать. И вот что происходит с голографической волновой информацией. Когда она считывается, она становится трехмерным объектом. Все это голограммы, которые мы видим здесь на основе этих информационных паттернов волновой формы. И некоторые из них, самые лучшие из них, могут выглядеть так же реалистично, как мы с тобой. Это леди-голограмма, спроецированная откуда-то еще. Все это голограммы. Он был спроецирован откуда-то еще. Лес Доусон сделал целую чертову программу, которую вы, возможно, видели в британском комике, хотя его больше нет с нами, каким бы великим человеком он ни был. Он сделал целую программу в виде голограммы. А эта дама там не стоит, но кажется, что стоит. И вот что мы делаем. Берем эту информацию о форме волны из космического интернета и превращаем ее в голографическую реальность. И теперь представители науки начинают понимать, что это то, что им необходимо исследовать. Ты голограмма, спроецированная с края Вселенной, из журнала New Scientist, одной из главных сцен журнала Scientist в Великобритании. Scientific American, ты что, голограмма? Квантовая физика утверждает, что вся Вселенная может быть голограммой. А вот и репортаж из популярной газеты. Российские исследователи хотят заменить твое физическое тело голографическим аватаром. Почему и как? Потому что они заменяют голограмму, созданную технологическим путем, голограммой, созданной биологическим путем. Но даже сейчас они также начинают генерировать биологические изображения. Чудесные свойства голограммы, которые объясняют так много тайн, заключаются в том, что каждая часть голограммы является уменьшенной версией целого. Так вот, когда вы получаете голографический отпечаток изображения в виде волны, разрезаете его на 4 части и запускаете программу, направив лазер на каждый из них, вы не получите и четверти изображения. У тебя получится увеличенная в четверть раза версия всей картины целиком. Каждая часть голограммы – это уменьшенная версия целого. Вот почему вы видите, что энергетическое поле человека – это уменьшенная версия энергетического поля планеты. Именно отсюда происходит то, что находится как вверху, так и внизу. А еще у вас есть рефлексология, иглоукалывание и все эти вещи, которые могут найти точки на ухе, теле и стопе. Все это на теле, которые соответствуют другим частям тела. Это потому, что они голографические и, следовательно, являются уменьшенными версиями целого. Возможно, ты видел людей, которые фотографировали предметы своими руками в ходе различных экспериментов. Что бы я сказал, фотографируя предметы, они видели их своими руками. Они видели их не так отчетливо, как своими глазами, но они их видели. Теперь это возможно, хотя наука утверждает, что это даже возможно. Это возможно, потому что в руке есть органы зрения, потому что это голограмма, следовательно, все органы чувств находятся в руке. Просто они не такие острые, как основные органы чувств, в данном случае глаза. Чтение по ладони – это часть голограммы, потому что все тело находится в руке. Именно поэтому клетки мозга и Вселенная отражают друг друга. Так вот, на протяжении многих лет ученые утверждали, что реальность в том виде, в каком мы ее воспринимаем, существует только тогда, когда мы ее наблюдаем. Я бы пошел еще дальше и сказал, что мы видим ее в таком виде только тогда, когда расшифровываем. А акт наблюдения – это и есть акт расшифровки. Так вот, когда говорят, что сигнал внезапно принимает форму частицы, или они могут принимать одну и ту же форму одновременно. Это одно и то же. Это потому, что это одна и та же информация в разных формах. И поэтому, когда вы смотрите на эту газетную статью, ваш разум может управлять материей физик. Было показано, что атомные частицы также являются волнами. Проявляются ли они в виде волн или частиц, зависит от того, смотрит ли кто-нибудь на них. Наблюдение влияет на физическую реальность частиц. Говоря более техническим языком, наблюдение разрушает волновую функцию. Оно преобразует волновую функцию в голографическую реальность. Так что, когда мы не смотрим на эту реальность, мы не расшифровываем ее. Это просто информационное поле волновой формы. С нами то же самое. Так вот, это и есть базовая форма тела. Это информационное поле. Мы расшифровываем тело также и в этом поле. И если ты сможешь манипулировать тем, как мы расшифровываем реальность, то сможешь манипулировать и тем, что мы воспринимаем. Этот пример я приводил много раз, но я использую его каждый раз, потому что он так блестяще объясняет то, что я пытаюсь здесь сказать. Жил-был парень по имени Майкл Толберт. Он написал блестящую книгу под названием «Голографическая вселенная» о научных доказательствах голографической природы того, что мы называем физической реальностью. И в этой книге он рассказал историю о том, как у него был друг, вернее его отец, который устроил вечеринку у себя дома и привел с собой сценического гипнотизера, чтобы показывать фокусы на вечеринках. Он нашел парня по имени Том, и тот рассказал ему о разных вещах. А потом, ближе к концу, он сказал «Том, когда я приведу тебя в состояние бодрствования, ты не сможешь увидеть свою дочь в комнате». Так вот, в этот момент он приводит дочь и становится рядом с ней прямо перед Томом. Том, отец заглядывает ей в живот, так что он, по-видимому, приводит его в состояние бодрствования и говорит «Том, ты видишь свою дочь?» Том оглядывается по сторонам, но не может его увидеть. Сделай так, чтобы все остальные в комнате могли видеть дочь. Он не может видеть дочь. Итак, гипнотизер обошел ее сзади и что-то держал за поясницу. Он сказал «Том, ты можешь, ты видишь, что я держу в руках?» Он сказал «Что же у тебя в руках часы?» Между ним и часами должны быть дочери. Он сказал «На часах что-то написано, Том, ты можешь это прочесть?» Он наклонился вперед и прочитал надпись на часах. Сейчас Догма Докинс и все остальные представители мейнстрима сказали бы, что это невозможно. Это чертовски логично. Потому что базовая форма дочери, как и базовая форма всех нас, представляет собой волновое информационное поле. И если ты не преобразуешь это в голографическую реальность, твои пять голографических органов чувств не смогут увидеть это, потому что этого нет в реальности. И вот что произошло. Гипнотизер установил, если хочешь что-то вроде Брандмауэра в системе декодирования, и система декодирования не захотела декодировать энергетическое поле дочери. Все остальное в комнате да, но только не дочь. Все остальные могли видеть ее, потому что они не проходили через этот процесс. Так что единственный способ, которым он мог видеть свою дочь, это когда Брандмауэр был разблокирован, и внезапно он начал расшифровывать ее. Ну вот и она. А теперь представь, что ты знаешь все это в мельчайших подробностях, и хочешь манипулировать населением планеты. Какую власть это тебе дает? И посмотри, посмотри, как одна и та же информация появляется везде, куда бы ты ни посмотрел, у людей с открытым сознанием. Тесла, мой мозг, всего лишь приемник, шаман Центральной Америки, мы воспринимающие существа, мы сознание, мы не объекты, у нас нет твердости, мы безграничны. Мы или скорее наш разум забывает об этом, и таким образом мы вовлекаем себя в порочный круг, из которого редко выбираемся в течение своей жизни. И вся задача системы сделать так, чтобы мы не вышли из него. Кто создал вселенную, которую мы видим? Это делаем мы. И таким образом, если мы изменим наше восприятие, мы сможем превратить то, что мы расшифровываем, в реальность, и мы сможем изменить общество. Мы не собираемся делать этого, накапливая оружие. Мы даже не собираемся делать это массовыми протестами. Мы собираемся сделать это путем создания другой реальности, исходя из другого восприятия того, что такое реальность. Все, что мы видим, или чем нам кажется, это всего лишь сон внутри сна. И поскольку все едино, сон это сновидец, а сновидец это мечта. Они оба являются выражением друг друга. И это очень распространенный способ манипулирования ситуацией. Задействованы правое и левое полушария мозга. Это и есть основное направление современной науки. Ты же знаешь, что это не то, к чему я стремлюсь в одиночку. Левое полушарие мозга – это структура. Это язык, это числа, это иерархия. Это мир, который мы видим. Правое полушарие мозга отвечает за вдохновение, интуицию, креативность. Это то, что нужно музыканту, художнику, творческому человеку во всем. А вот это Mercedes-Benz в рекламе, которая на самом деле подчеркивает эти две совершенно разные функции разных полушарий мозга. И вот что делает система, потому что она знает, что именно здесь проявляется креативность. Именно это связывает точки соприкосновения. Потому что это позволяет увидеть общую картину. Это позволяет увидеть нити. Если они удерживают тебя в левом полушарии мозга, то это все точки соприкосновения. Если ты попадаешь в правое полушарие, то точки образуют картинку. Вот почему они не хотят, чтобы мы соединяли точки. Вот почему они не хотят, чтобы мы работали с правой частью мозга. И поэтому они поставили солдат у входа в левую часть мозга, чтобы помешать правой части проникать внутрь и оказывать влияние. И что же это такое? Это же врачи, это журналисты. И я не говорю, что они знают, что делают. Они это делают. Они этого не делают. Они тоже прошли через эту систему. Это ученые, академики во всех их проявлениях и все такое прочее. И если вы посмотрите на экзамены в сфере образования, на то, что мы называем образованием, то увидите, что вся информация поступает в левую часть мозга, а также все временные сокращения в искусстве и других вещах, которые могли бы открыть правую сторону из мозга. Я никогда не делал ни одного из своих открытий, сказал Эйнштейн, в процессе рационального мышления. Нет, в процессе перехода на другой уровень осознания, выходящий за рамки рационального мышления деревенского дурачка, как мы его воспринимаем. Космическая коммуникация. Это беспроводной интернет на электрическом уровне. Сейчас существует целая область науки, которая называется электрическая вселенная. Двое великих первопроходцев и основателей Уолли Стормхилл и Дэвид Телботт. Это блестящая книга, которую очень трудно достать, объясняющая, как Вселенная устроена на электрическом уровне, электрическом и электромагнитном уровнях. Это многое объясняет. Мы все понимаем, что в атмосфере присутствует электричество, потому что мы видим молнии. Чего мы не понимаем, так это того, что когда что-то сверкает в нижних слоях атмосферы, в космосе происходят другие электрические процессы, потому что это электрическая система. Это новая история. Высокоскоростные солнечные ветры увеличивают количество ударов молний на Земле. Ученые обнаружили новые доказательства того, что молнии на Земле вызываются не только космическими лучами из космоса, но и энергичными частицами Солнца. Существует электрическое электромагнитное поле, которое связывает все вокруг. Электрические торнадо – это быстро вращающиеся электромагнитные поля. Северное сияние – электрическое световое шоу Ора Бориэллос. Электрические кометы взаимодействуют с электрическим уровнем Вселенной. Электрическая галактика – это вращение галактики. И Никола Тесла сказал, что у всех людей во всем мире должны быть бесплатные источники энергии. Электроэнергия присутствует повсюду в неограниченных количествах и может приводить в движение все машины мира без необходимости в угле, нефти и газе. И он это знал. Он это знал и умер без гроша в кармане в гостиничном номере в Нью-Йорке в 1943 году. И кто те силы, которые подавляют это знание? Те самые источники, которые говорят тебе, что мы должны провести деиндустриализацию из-за глобального чертового потепления. В любом случае это полная чушь. Это мошенничество. Гравитация – мощная штука. Так вот, электрическое взаимодействие примерно в тысячу триллионов раз мощнее силы тяжести. Вот на что способна магнитная сила. И согласно постулатам электрической вселенной, сила, удерживающая планеты на своих местах и обеспечивающая их стабильность, это не гравитационные силы, а электромагнитные. Это приводит к очень простой вещи. Если ты сможешь или что-то еще дестабилизирует эти электромагнитные силы, планеты начнут вращаться вокруг своей оси. И я вернусь к этому во второй части, но в геологическом плане они начали вращаться очень кроваво совсем недавно. 99,99% вселенной или нашей реальности состоит из плазмы. И так уж случилось, что плазма является почти идеальной средой для взаимодействия электрических сил. В лаборатории говорят, что плазма обладает способностью самоорганизоваться и справляться со стрессами, связанными с ее электрическим окружением. Почему? Потому что она обладает сознанием. Все в ней осознанно. И на арене электрической вселенной они могут воссоздавать события на небесах в лабораторных условиях, используя такие вещи, как плазма-сфокусированные устройства. Попытайся заставить мейнстрим воспроизвести то, что по их словам происходит во вселенной и каким образом. Говорят, что электрическое солнце, плазменное солнце почти полностью состоит из плазмы. Почему? Потому что это процессор информации об электрической энергии. Это электрическое солнце. Я имею в виду, что это чертовски не очевидно, не так ли? А еще говорят, что солнце похоже на ядерный реактор, который начинается посередине и выходит наружу выпуклости. Ну что же, они говорят, что здесь есть радиационная зона. Ну что же, по-видимому, доказательств этого очень мало. А обнаруженная ими конвективная зона составляет примерно 1% от того, что должно быть, чтобы она делала то, что они говорят. Положение электрической вселенной говорит с огромной очевидностью о том, что на самом деле она движется в противоположном направлении. Она исходит не от солнца, она попадает на солнце, обрабатывается и затем выходит из солнца в другой форме. В ультрафиолетовом свете у вас получается то, что они называют тельцом или что-то вроде пончика, обращенного к солнцу достаточно далеко. И это коллектор электрической энергии. И вот что происходит, когда эта электрическая энергия накапливается и накапливается. Точно так же, как молния, это выброс слишком большого количества электричества в атмосфере. Таким образом, происходят массовые выбросы электроэнергии из этого тельца, направленного к солнцу. И они врезаются в солнце, создавая огромные дыры, которые мы видим. Называйте это солнечными пятнами. Согласно теории электрической вселенной, солнечные пятна движутся не в ту сторону, а наружу. Они движутся в эту сторону и выходят наружу. А вот еще один пример того, откуда на самом деле исходит энергия. На поверхности солнца температура составляет около 5 градусов по Кельвину. Это показатель температуры, называемый Кельвином. А в верхних слоях солнца, далеко от поверхности, она достигает 200 миллионов градусов. А это и есть солнечные пятна. Таким образом, у вас есть циклы, когда эта электрическая энергия очень-очень мощная, а когда она менее мощная. И именно это создает солнечный цикл. Когда от солнца поступает больше энергии, а затем ее становится меньше. Еще одна замечательная вещь, которая объясняет другую вещь, заключается в том, что когда плазма обладает электрической силой или электрическим состоянием определенного рода, и встречается с плазмой с электрическим состоянием другого рода, плазма автоматически создает барьер между плазмой и солнцем. Они называются оболочки Ленгмюра в честь Ирвина Ленгмюра, который их обнаружил. Вот почему вокруг планет существуют такие энергетические поля. И мы на нашем электрическом электромагнитном уровне и планеты взаимодействуем с этой электрической силой, которая в свою очередь передает информацию в рамках космического интернета. И опять же, у тебя есть клетка мозга и Вселенная. Так что это начинает все объяснять. Это астрология. То, что мы называем планетами и звездами, в своей основе представляет собой волновые информационные поля. И по мере того, как они перемещаются по большому космическому интернету, они воздействуют на него в виде измененной информации. Они меняют его природу. И когда эти планеты попадают в определенные ситуации по отношению друг к другу, воздействие становится еще сильнее. Таким образом, расположение планет определяет природу энергетического поля. И когда мы приходим в эту реальность, мы воспринимаем энергетическое поле в этой точке цикла. Таким образом, мы воспринимаем энергетическое поле другого человека. И, следовательно, мы взаимодействуем с энергетическим полем на протяжении всей нашей жизни по-другому, по сравнению с кем-то другим, кто вступает в цикл в другой момент. И это то, что мы называем астрологией. И на глубоком научном уровне это действительно наука. Не в местной газете, где всего один абзац, но на самом глубоком уровне это наука в умелых руках. Все в умелых руках. И поскольку мы живем в голограмме, это уменьшенная версия Вселенной, уменьшенная версия всего, что мы воспринимаем. Будь выше этого. Сейчас время и пространство великие творцы иллюзий, и это то, чем они и являются иллюзией. Далеко отсюда мы видим звезды и говорим, что они находятся на расстоянии миллиардов световых лет от нас. Держись. В таком виде они существуют. Когда мы расшифровываем их здесь, они по сути находятся в нескольких сантиметрах от населения. И это снова просто преобразование сигнала в голограмму. Пространство иллюзия. Говорят, что частицы могут взаимодействовать на расстоянии миллиардов миль друг от друга. Как это происходит? Потому что миллиарды миль это иллюзия. Это единое энергетическое поле, которое мгновенно реагирует само на себя. Потому что это единое энергетическое поле. И вы знаете, когда вы смотрите на время и пространство, когда вы вводите это как компьютерную игру в компьютер, вся информация находится на одном диске одновременно с самого начала и до конца. Это конец. Но ты вводишь это в компьютер, и он воспроизводит эту сцену за сценой. И по мере того, как проходят сцены, ты воспринимаешь это как течение времени. И когда ты смотришь на экран, на его глубину и перспективу, ты видишь это как пространство. Но на самом деле это всего лишь информация на диске, которую компьютер преобразует в эту форму. То же самое происходит и с DVD. Ваше восприятие времени, когда вы смотрите DVD, зависит только от того, где вы находитесь на DVD. Так что когда вы смотрите здесь, ваше прошлое и ваше будущее находятся там же. И все же это продиктовано только той частью информационного поля, которую вы расшифровываете в данный момент. Есть только настоящее, и это все. В этой ослепительной тьме нет ни времени, ни пространства. Это иллюзия. Это наше восприятие времени. И это замечательная фраза. Настоящий момент – единственный момент, доступный нам, и это дверь ко всем остальным моментам. Почему? Потому что есть только этот момент. И чем больше нас тянет в будущее страх, тем больше нас тянет в прошлое, сожаление нас тянет из настоящего в какое-то иллюзорное прошлое и будущее. А что делает левое полушарие мозга, так это принимает информацию из этого места и выстраивает ее в определенную последовательность. И эта последовательность представляется нам течением времени. Мы возвращаемся к записи на DVD. Эйнштейн сказал, что когда ты ухаживаешь за милой девушкой, час кажется вторым. Когда ты сидишь на раскаленной докрасназале, два часа кажутся одним часом. Это теория относительности. Что такое теория относительности? Это твое восприятие того, как ты расшифровываешь реальность. Времени не существует, существуют часы. Время – это просто согласованная конструкция. Мы взяли расстояние, один оборот Земли и одну орбиту Солнца и разделили его на отрезки. Тогда дайте этим сегментам ярлыки. Для чего это нужно, так это для того, чтобы мы жили в соответствии с этой конструкцией, как если бы она была реальной. Мы перепутали нашу конструкцию совместного использования с чем-то осязаемым, и таким образом она превратилась в нас, мы стали ее рабами. У нас есть линия, которой нет в океане. Это завтрашний день, это вчерашний день. Черт возьми, она даже не прямая. Посмотри на нее. И все же время управляет нами. Это похоже на очередную газетную статью. Это тюрьма разума. Заключенные могут отбыть срок в один год за 8 часов. Биотехнологии будущего могут быть использованы для того, чтобы обмануть сознание заключенного, заставив его думать, что он отбыл тысячелетний срок заключения, как заявила группа ученых. Почему? Потому что все это иллюзия. Лондонский университет провел исследование времени и обнаружил, что когда великие спортсмены играют, они вступают в другие отношения со временем, где они расшифровывают его так, чтобы оно было медленнее, чем у остальных из нас. Вот почему мы видим, как мячи летят по теннисному корту, и ты думаешь, как ему это удалось. Но он видит это не с такой скоростью, как мы. Однажды я сам испытал это на себе, когда занимался спортом. И вот у вас есть эти, знаете ли, люди из так называемого прошлого, которые, кажется, опередили свое время, как да Винчи и Джордана Бруно. И все те вещи, которые придумал да Винчи за 500 лет до того, как им показали, как они работают. А люди говорят, что они опередили свое время на сотни лет. Это не так. Это не так. Они были вне времени. Они смогли достичь такого уровня осознания, который выходит за рамки программы, а значит за пределы времени и пространства, и именно там они получили эти знания. Не имеет значения, был ли это каменный век здесь или сейчас. Если ты получишь доступ к этому осознанию, то сможешь получить это вдохновение. Это сила сердца, любви, интуиции и интеллекта. У нас есть система чакр, система вихрей. Это ключевая чакра, главная чакра, которая связана с физическим сердцем. На протяжении всей истории считалось, что сердце является средоточием человеческой силы, и так оно и есть. Институт математики сердца в Соединенных Штатах провел масштабное исследование истинной природы сердца, как физического, так и энергетического сердца. В итоге получается одно и то же. Это самое мощное электромагнитное поле организма, излучаемое сердцем. Мозг подчиняется сердцу. От сердца к мозгу проходит больше нервов, чем в обратном направлении. А еще в сердце есть мозговые клетки, потому что это важнейшая форма интеллекта. Мыслящий интеллект — это врожденный интеллект. Познающий интеллект — это мыслящий интеллект. Запрограммированный интеллект — это способность видеть сквозь программный интеллект. И вот что они говорят. Есть также новые данные, свидетельствующие о том, что сердечное поле непосредственно участвует в интуитивном восприятии благодаря своей связи с энергетическим информационным полем, находящимся за пределами времени и пространства. И именно поэтому у тебя появляется интуиция, которая знает гораздо больше, чем ты думаешь. Потому что ты достигаешь гораздо более высокого уровня осознания, когда выходишь из этой точки. Открой свое сердце и соединись со всем, что есть. Думай и познавай. И именно поэтому они хотят закрыть свое сердце из-за страха, тревоги, депрессии и беспокойства. Так что мы не можем использовать этот доступ к великому вечно. Исследования Института Математики Сердца показывают, что когда сердце, мозг и центральная нервная система находятся в гармонии, человек переходит на более высокий уровень осознанности. Когда они не находятся в гармонии, у них возникает искаженный резонанс, несогласованность, как они это называют, тогда ты не находишься в этом высшем состоянии осознания. А это сердечный ритм человека, находящегося в состоянии благодарности. Это сердечный ритм человека, находящегося в состоянии разочарования. Это последовательность, непоследовательность. Взгляни на этот долбанный мир. Он устроен так, что мы постоянно находимся в состоянии низких вибраций эмоций, страха, тревоги и фрустрации. И при этом он уводит нас от истинного Я к фальшивому Я. Открой свое сердце и измени мир. Это замечательная фраза великого Билла Хиггса. Именно здесь мы сейчас находимся как единое целое. Никто не остается в стороне происходящего. Мы сталкиваемся с реальностью, основанной на тонкой оболочке лжи и иллюзий. Это мир, где жадность — Бог, а мудрость — грех. Где главное — разделение, а единство — фантазия. Где превозносит скорее ум, движимый эгоизмом, чем разумность сердца. Ты абсолютно прав. Но давай быстро перейдем к цифровой конструкции, потому что я говорил о переходе от волновой формы от цифровой к голографической. Числа — это просто выражение состояния волновой информации. Вот тут-то и пригодится нумерология. Когда в жизни людей постоянно повторяются одни и те же числа, Бог знает, что это за число, и повторяются одни и те же энергоинформационные поля. Так что на одном уровне — это сигнал, а на другом — цифровой сигнал. Это цифры. Вот почему цифры так важны в эзотерическом праве. И вот теперь мы как бы прошли полный круг, и теперь они создают цифровые голограммы, которые приближаются к тому, что мы на самом деле испытываем. Это невероятно. Это снова популярная статья, и они выглядят настолько реальными, цифровые голограммы настолько реальными, что когда Ford сфокусировал цифровую голограмму, это было невероятно. Чтобы продемонстрировать концептуальную модель автомобиля, люди перестали бояться заходить в него. Они думали, что голографическая машина действительно была там. Это и есть реальность, с которой мы сталкиваемся. Это голограмма, цифровая голограмма. И что они сейчас установили, так это то, что эти коды АКДНК могут быть выражены компьютерным языком в виде единичного или нулевого электрического заряда. Другими словами, они пересекаются. А вот и последовательность чисел Фибоначчи, где вы добавляете предыдущее число к следующему, чтобы получить следующее число. 1 и 1, 2, 2 и 1, 3, 3 и 2, 5. В природе можно найти много общего с тем, как растут раковины, а также с формой человеческого тела. Все эти явления, штормы, морские волны, отпечатки пальцев, можно обнаружить, потому что мы живем во вселенной виртуальной реальности, и один из ее уровней — цифровой. Так что это должно проявляться именно так. Симметричная математика не только показывает природу математики в нашей реальности, но и подчеркивает голографическую природу нашей реальности, связанную с этой математикой. Итак, учитывая все это, является ли Вселенная симуляцией? Я уже много лет говорю, что так оно и есть. И вот у нас снова появилась популярная статья. Возможно, у физиков есть доказательства того, что Вселенная — это компьютерная симуляция. Каким образом? Они создали компьютерную симуляцию Вселенной, и она выглядит примерно так же, как мы. А это из Массачусетского технологического института. Для тех, кто думает, что ты знаешь, что это всего лишь фантазия. Это то, что наука о человеке может сделать сейчас. Биология принципиально дискретна и основана на наборах нуклеиновых и аминокислот, объединенных в гены и белки. А компьютеры принципиально дискретны и основаны на битах данных, обрабатываемых логическими элементами. Последние уже давно используются для изучения первых. Но целый ряд новых технологий в настоящее время позволяет осуществлять прямое преобразование между этими представлениями. Точно так же, как аналогоцифровые и цифроаналоговые преобразователи обеспечивают интерфейс между компьютерами и физическим миром датчиков и исполнительных механизмов. Цифровые преобразователи биологии позволяют компьютерам создавать биологические миры и управлять ими. Они уже сейчас могут создавать биологические и виртуальные реальности или находятся на пути к этому. А что, если существует гораздо более могущественная сила? Я думаю, что они могли бы создать нас, ты же знаешь. Лично я не думаю, что мы находимся на переднем крае знаний обо всем, что существует или когда-либо было. Что ты мог бы сделать с точки зрения создания реальности? А это исследование Бондского университета, посвященное тому, живем ли мы в симуляции. А это отчет. Они говорят, что у них могут быть доказательства того, что Вселенная – это компьютерная симуляция. В статье под названием «Ограничение на Вселенную как численное моделирование» они указали, что простое моделирование создало бы свои собственные законы физики, которые ограничивали бы возможности. Много лет назад я писал в книгах, что законы физики, которые мы считаем законами физики, здесь не являются универсальными. Это законы физики, по которым работает эта реальность. Вот и все. Они не универсальны. Ты знаешь, что такое законы физики? Жми, жми и води. Что бы ты, черт возьми, не придумал. Ученые говорят о явлении, известном как «Гсграница», которая является видимой границей для частиц космических лучей, вызванной взаимодействием с космическим фоновым излучением. В документе университета Бонда говорится, что эта модель ограничения отражает то, что вы могли бы обнаружить при компьютерном моделировании. Они говорят, что подобно заключенным в камере с кромешной тьмой, мы не сможем видеть стены нашей тюрьмы. И это прямо на другом конце света. Я Джеймс Гейтс, американский физик-теолог, профессор физики Мэриленского университета и директор Центра теории струн и элементарных частиц. Об этом сообщалось в журнале 5-6 World. Возможно, существуют доказательства того, что наша реальность — это симуляция, подобная фильму «Матрица». Да. Гейтс и его команда исследователей обнаружили уравнения в структуре Вселенной, которые содержат встроенные компьютерные коды цифровых данных. Они принимают форму единицы нуля и двоичной системы электрических зарядов, используемой компьютерами. И он говорит, что мы понятия не имеем, что они там делают. Я думаю, что смогу ему помочь. В компьютеры и другие электротехнические технологии встроены математические последовательности, известные как коды исправления ошибок или блочные коды, которые возвращают данные в исходное состояние, если что-то меняется или мешает им во время передачи. Гейтс и его команда обнаружили эти последовательности в структуре нашей реальности, но они не знают, что они там делают. Они удерживают реальность на месте по причинам, которые я объясню во второй части. И я бы сказал, что самый большой блокирующий код этой реальности, этой фальшивой реальности, как я объясню после обеда, это скорость света. Скорость света это не самая высокая скорость, это скорость пешехода. Как ты можешь развивать максимально возможную скорость? Это стены реальности, фальшивой реальности, которую мы пытались расшифровать, полагая, что она настоящая. И они веками говорили о том, что это какой-то замкнутый мир. Так оно и есть. И подобно заключенным в камере с кромешной тьмой, мы, возможно, никогда не сможем увидеть стены нашей тюрьмы, пока не проснемся. Итак, сложи все это воедино, и мы получим фальшивую личность. Мы думаем, что мы это наше имя, наша раса, наша работа, наш уровень дохода, наша религия и история нашей жизни. Я такой, каким меня считает система. Нет, это не так. Мы такие, какие мы есть. Возможности безграничны. Джим Моррисон, отличная цитата. Самая важная свобода – это быть тем, кто ты есть на самом деле. Ты меняешь свою реальность на роль маску. Ты меняешь свои чувства на действие. Ты отказываешься от своей способности чувствовать в обмен на то, что надеваешь маску. Не может быть никакой крупномасштабной революции, пока не произойдет личная революция на индивидуальном уровне. Это должно произойти внутри первого класса. И поэтому нам нужно перестать жить во лжи и начать жить по правде о том, кто мы есть на самом деле. Мы – это бесконечное осознание. Мы не люди. Таков наш опыт. Мы – бесконечное осознание, обладающее этим опытом. У нас безграничные возможности. И это замечательная цитата, которую я использовал несколько раз, но она так блестяще звучит из рук человека, пережившего околосмертный опыт. Что они испытывают вне тела? Все с самого начала, с момента моего рождения, с моими предками, моими детьми, моей женой, все происходит одновременно. Я увидел все, что касается меня и всех, кто был рядом со мной. Я увидел все, о чем они думали сейчас. Что они думали тогда, что происходило раньше и что происходит сейчас. Нет времени, нет последовательности событий, нет такого понятия, как ограничение расстоянием, периодом, местом. Я мог бы одновременно находиться везде, где захочу. Вот кто мы такие, и именно эта система стремится скрыть от нас, чтобы удержать нас в этой узкой зоне внимания. А чушь порождает чушь. Вот почему все наше общество ущербное, искажено и перевернуто с ног на голову. Потому что оно исходит из абсолютно фальшивой позиции реальности, которой мы являемся. Ура! Мы знаем все об известном. Я знаю, что ты знаешь то, что тебе сказали. И если ты ответишь системе тем же, что тебе сказали, ты сдашь экзамены и будешь продвигаться в системе. Поздравляю! Мудрость заключается в осознании того, как мало мы знаем. И это не значит, что ты веришь всему, конечно нет. Но это означает, что твой разум постоянно открыт для любых возможностей. Мы находимся в интеллектуальной тюрьме. Мы поклоняемся интеллекту. Это изолированный интеллект, лишенный сознания. Чёртов деревенский идиот. Вот это и есть интеллект. Он смотрит на точки, фокусируется на них, но не может соединить их, чтобы увидеть картинку. Вот почему бесконечное осознание, всё, чем оно было и может быть, сводится к этому. И мир, в котором мы живём, был сведён к этому из-за заблуждения. Это заблуждение из иллюзий. И почему же? Мы высмириваем, убиваем и презираем тех, кто способен видеть дальше программы. Ты Вселенная, но общество учит ограничениям. Почему? Кто стоит за всем этим надувательством? Кому это выгодно? Почему происходит вся эта чепуха? Возвращайся через час. Большое тебе спасибо. Спасибо тебе. Добро пожаловать. О, как здорово. Гаррит потрясающий. Привет. Спасибо тебе. Просто хочу сказать в связи с Гарритом, что песня, с которой он начал сегодня, ну знаешь, включи свою любовь, доступна в фойе для пожертвований. Я думаю, что фунт – это самое малое пожертвование. И вся прибыль для любого, кто где-либо его купит, пойдёт на заправку или благотворительность. Газ так хорошо сделан. А теперь проснись, проснись, проснись. Ну что же, здесь и в следующем разделе мы перейдём к некоторой сложной информации, так что позволь мне ещё раз сосредоточиться. Идея о том, что это безнадёжное дело, в котором мы участвуем, никоим образом не является безнадёжным делом. Мы возвращаем себе нашу власть, игра окончена. Так что мы можем нарисовать другую картину. Пожалуйста, придержи эту мысль, потому что так оно и есть. Очень, очень важно, чтобы мы не испытывали страха, видя во что мы вязываемся. Так вот, Джина Кристи сказал нечто очень, очень верное, когда сказал, что если мы действительно сможем понять проблему, то ответ сам придёт из неё. Потому что ответ неотделим от проблемы. Вот в чём проблема. Они неразделимы. И ты знаешь, что я нахожу в некоторых областях, которые называют New Age и тому подобным, так это то, что нельзя говорить ни о чём негативном. А нет. Ну что же, поправь меня, если я ошибаюсь. Но я никогда не сталкивался с какими-либо негативными знаниями. Я сталкивался со знаниями, которые не были бы правдивыми, но я никогда не сталкивался со знаниями, которые на самом деле были бы негативными. Невежество – это чёрт возьми негатив, а не знание. Потому что со знанием можно что-то сделать. И поэтому идея о том, что мы должны бояться смотреть на вещи такими, какие они есть на самом деле. Я имею в виду, что это просто еще одна версия того, как смотреть в другую сторону и надеяться, что это пройдет. Этого не произойдет. Поэтому, когда люди спрашивают, ну и какие же есть решения? Но что же фундаментальным для любого решения является понимание природы того, с чем мы имеем дело? Потому что тогда у нас будет гораздо больше шансов справиться с этим. Мы знаем, с чем нам придется иметь дело. И ты знаешь, что многое в области исследований заговоров, как я уже говорил ранее, блестяще. Сейчас в это вовлечено так много людей. Но подавляющее большинство, некоторые из них, даже близко не подойдут к тому месту, куда мы собираемся отправиться в ближайшие два часа или около того. Из-за религиозных верований или потому, что, ну даже если это правда и я это скажу, я потеряю доверие к себе. Я думаю, ты теряешь доверие к себе, если не соглашаешься с тем, что считаешь правдой, и редактируешь это исходя из того, что люди подумают обо мне, если я это скажу. Вот так мы и попали в эту чертову передрягу. Пока мы не поймем, насколько глубоко кроличина рая, с чем мы имеем дело, мы никогда не найдем ответа на этот вопрос. И просто накапливая оружие и борясь с системой, мы просто играем на руку системе по причинам, которые станут ясны позже. На самом деле, возможно, они уже это сделали. Таким образом, мы обладаем безграничным осознанием, способны воспринимать множество реальностей. Мы попали в ловушку, которая привела к тому или иному результату благодаря контролю восприятия. Так кто же или что в конечном счете стоит за всем этим? Или, по крайней мере, какова глубина кроличьей нары, в которую мы попали на данный момент? Ну что же они не собираются останавливаться на достигнутом? Потому что они просто сегодня здесь, а завтра уйдут, люди, которые являются всего лишь марионетками системы, которая была здесь вчера, сегодня, завтра и послезавтра. Это не он. Мне все равно, считается ли он самым могущественным человеком в мире, это не так. Он просто еще одна чертова марионетка в перчатках. То же самое относится и ко всем, кто работает на этой должности. Это тоже не он. Сегодня мы здесь, а завтра уйдем, президенты и лидеры, которых заменяют другие лидеры. Но суть в том, что система продолжает двигаться в том же направлении, потому что за этим стоит нечто, что подталкивает это направление вперед. И дело даже не в корпорациях. Они все еще находятся на уровне контроля. На самом деле, дело еще не дошло до его создания. Дело не в происхождении. Дело не в людях, сидящих за круглыми столами. Они все еще находятся на стадии завершения. Ты можешь уйти в тень и приблизиться к тому, откуда это исходит, но ты все еще остаешься на уровне игры. Ты заходишь еще глубже в кроличью нору, по-настоящему глубоко в паутину. И именно там ты находишь таких людей, как Ротшильды и им подобные. Ты нас не видишь, но мы контролируем твою жизнь. Но есть и другие уровни, откуда все это исходит. Но где же это находится? Ладно, ладно, на самом деле я собираюсь перейти к сути дела. Правда не меняется от того, что ты не хочешь ее слышать. Сейчас, очевидно, я не могу вдаваться в подробности. Я имею в виду, что обман восприятия чертовски велик. Весь этот день посвящен соединению точек, чтобы показать картину. И все, что я могу сказать, это то, что в течение 25 лет я уделял этому делу все свое время, и факты привели меня к такому выводу. Видишь, там никого нет. Все дело в том, что там никого нет. А если подумать, что мы видим только то, что находится в пределах узкой полосы видимого света, а потом ты задумываешься о том, какие возможности лежат за пределами этого в Великой Бесконечности Вечности. Мысль о том, что мы одиноки, абсолютно нелепо. И тот факт, что тебя могут посчитать сумасшедшим за то, что ты веришь в это, показывает, насколько перевернута система. Эта реальность, эта бесконечность изобилует различными проявлениями жизни. И некоторые из них взаимодействуют с нами. Это профессор математики и астрономии Лондонского университета королевы Марии Бернард Карт. Он сказал, что наше сознание взаимодействует с другим измерением, на самом деле со многими другими измерениями. Наши физические органы чувств показывают нам только трехмерную вселенную. В высших измерениях существуют сущности, которых мы не можем коснуться нашими физическими органами чувств. Именно так. Так что идея о том, что мы просто действуем изолировано от всего остального, для меня безумна. Так что, как я уже сказал, перейду сразу к делу. Эта реальность, которую мы переживаем, была захвачена силой, которую некоторые древние люди называли архонтами, но есть и другие названия. Верно по всему древнему миру за одной и той же силой, за одними и теми же сущностями. Вот тут-то и падает цена за пенни, когда все эти разные имена богов по всему миру оказываются разными названиями одной и той же силы, потому что они описываются одним и тем же способом. И по всему миру ты видишь это. На Дальнем Востоке, в Центральной Америке и в других местах они известны как боги-змеи. Зулусы называют их Читахурии, дети-змеи. Это аннунаки из Сумы, Вавилона, ныне Ирака. Они наши змеиные братья по племени Хопи в Северной Америке. Они звездный народ, и тому много-много примеров. Они демоны христианства. Для гностиков они архонты. А в исламском и доисламском мире их называют джиннами. И в своей изначальной форме они энергичны по своей природе. Но они могут принимать форму, о чем я и расскажу. Так что, как я уже сказал, они описываются во многом одинаково, потому что это разные названия для одного и того же явления. Итак, гностики, не христианские гностики, а дохристианские гностики, которые управляли Великой Библиотекой в Александрии, и они также проявлялись как катары в Южной Франции. Они говорят, что архонты созданы из светящегося огня. Джинны, согласно исламским и доисламским верованиям, созданы из бездымного огня. И где бы вы ни оказались, вы увидите это соответствие описаний. Для меня это стало одной из величайших находок в плане понимания природы происходящего. В Нагамадхе в Египте, примерно в 77 милях к северу от Луксора на Ниле, в 1945 году был найден запечатанный сосуд, в котором находилось множество документов в кожаных переплетах. И в них рассказывалось о верованиях и восприятии этого народа, называемого гностиками. И у гностиков был совершенно иной взгляд на реальность, чем у религии. Вот почему римско-католическая церковь пыталась уничтожить их везде, где у них была хоть какая-то сила и точка опоры. Они владели Великой Библиотекой в Александрии, в которой хранилось около полумиллиона свитков, подробно описывающих верование древнего мира и историю древнего мира, уничтоженных римской церковью. И, как я уже говорил, катары, которые были снова уничтожены римской церковью в 1244 году, я думаю, это произошло в том месте во Франции, в Монсигюре, в том форте на холме, где я был пару раз. Религиозный эстеблишмент хотел уничтожить этих людей, потому что они были опасны, потому что у них была истина, о которой они не хотели, чтобы люди знали. И вот что говорится в этих свитках и в этой находке в Нагомарде. Одна пятая часть текстов, а их было много, касалась силы, называемой архонтами, которая, по их словам, создала нашу физическую вселенную. И они приравнивали их к иудео-христианскому Яхве, Богу и Егоре. И когда ты видишь верхозаветного убийцу и палача, все это Божие в точности соответствует описаниям архонтов гностиками. Так вот, в этих писаниях, в этих текстах говорится, что, во-первых, архонт означает принца, правителя, власть, или с самого начала. Вот почему они используют слово архонт. Они сказали, что архонты и владыка архонт, которого они называли Демиургом, были фальшивым богом, который создал нашу физическую или материальную реальность, такой, какой мы ее воспринимаем. Гностики связывали Демиурга, как я уже сказал, с иудео-христианским Яхве, богом и Егором. И они неорганические существа, не являющиеся результатом роста. Они искусственные. И в этих текстах говорится, что они создали неорганические части солнечной системы. Но что солнце, луна и земля были системой, которая существовала сама по себе и отличалась от остальных. Что довольно интересно, учитывая то, что произойдет позже. Они сказали, что архонты Демиурги не обладали творческим воображением и завидуют людям, потому что оно есть у нас. Они похожи на киборги. Мы снова возвращаемся к неорганическому миру. Как и киборги, это раса роботов, которые могут имитировать, но не изобретать. И они использовали слово контр-мимикрия. Так вот, по сути, они хотели сказать, что если бы вы дали этим архонтам чистый лист бумаги, они ничего не смогли бы на нем создать. У них нет того творческого воображения, которое называется интенциональностью. Но ты даешь им что-то с листком бумаги, на котором что-то написано, и они могут крутить его и манипулировать им, как только оно появится. И они говорили, они использовали термин фантазия, потому что эти существа, по их словам точно так же, как исламские люди говорят о джиннах, обладают способностью создавать те иллюзии виртуальной реальности. Они паразиты разума. Они обладают человечностью и манипулируют тем, как они все воспринимают. И они говорят, что слово, которое ты мог бы использовать больше, чем любое другое в отношении архонтов, это обман. Они и есть обманщики. И то, что они создают, это инверсия естественного порядка вещей, и по мере продвижения вперед, станет совершенно ясно, почему. Интересно, как будто мы видим эти разные названия, но на самом деле обозначающие одно и то же. Классического сатану называют обманщиком и демоном демонов, а этого демиурга называют архонтом архонтов, лордом архонтом. Теперь, когда я как бы изучил это и собрал воедино, мне кажется, что то, на что мы смотрим, это то, что я бы назвал искажение самосознания. И это инверсия самосознания. Вот почему первые два часа сегодняшнего дня были такими важными. Все происходит осознанно. Даже искажение происходит осознанно. Даже инверсия происходит осознанно. Но это происходит осознанно таким образом, что отражает инверсию и искажение. И если вы посмотрите на то, что мы называем злом, то увидите, что оно написано задом наперед. Зло это просто инверсия жизни, инверсия восприятия, а зло это крайнее невежество, которое является инверсией истины и осознанности. И потому что эта сила, эта аркантическая сила, как я ее назову, является инверсией жизни. Вот почему она и все, что с ней связано, он одержим идеей смерти, которая является инверсией жизни. Вот так и являются сатанисты, которые поклоняются этим богам в своих ритуалах, одержимые идеей смерти. Вот почему их привлекают церковные дворы, кладбища и все такое прочее. Таким образом, культ смерти, которым и является эта аркантическая сила и ее последователи, направлен на разрушение. Он направлен на убийство. В то время как естественный порядок — это жизнь и изобилие. Итак, если вы посмотрите на то, как система, аркантическая система, в которой я еще вернусь, разрушает жизнь. Это разрушает жизнь на войне, но это разрушает и жизнь в мире природы. И это кажется противоречием, но это не так, потому что это их мир. Мир архонтов, описанный гностиками, — это мир смерти. В нем нет творческого воображения. Это культ смерти, и все это загрязнение и разрушение окружающей среды, именно то, чего он хочет, потому что такова его реальность. И еще одна особенность архонтического разума — это то, что мы называем психопатией. Они и есть психопаты. Определение этого понятия таково. У них нет ни сочувствия, ни раскаяния, ни сопереживания. У них нет способности проникнуться чувствами тех, кто страдает от последствий своих действий. Если у тебя нет эмпатии, то у тебя нет ограничений на то, что ты будешь делать, потому что у тебя нет эмоциональных последствий от того, что ты делаешь. У тебя нет ни угрызений совести за то, что ты делаешь, ни стыда. В подавляющем большинстве случаев ты паразитируешь. Почему? Потому что у них нет собственной креативности, поэтому им приходится паразитировать на креативности целевой группы населения. Именно это и делает система. Взгляни на банковское дело. А что это еще такое? Как неупражнение в паразитировании. И эти люди, которые проявляют себя как они.